В 1986 году мужу Татьяны Моисеевны, Юрию Михайловичу, было 50. Он с детства хотел быть военным, морским офицером, чего и добился. Супруги Максимовой работали вместе в войсковой части 12-го главного управления Министерства обороны. Она в конструкторском бюро, он в так называемой «зоне» – группе особого риска. Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, Юрий Максимов попал туда в первых рядах. Уже пять лет, как его нет, в живых, но Татьяна Моисеевна вспоминает о муже с безграничной любовью и уважением. Мы вообще-то в одной организации, я всегда с ним рядом работала, и я прекрасно понимала, что это. Мы только приехали с отдыха, и он уже собирался уходить из армии, ну, возраст. Его вызвал командир и говорит, Юра, хорошо, ты зашел. Вот не смог бы дней на 10 поехать в Чернобыль. Он говорит, ну, раз надо, поеду, конечно. Но пришел домой и сказал, вот так и так, я через два дня еду в Чернобыль. Я говорю, ты понимаешь, куда ты едешь? Естественно. Я говорю, ну, сил тебе. Ну, а что? Я прекрасно узнала, что человек военный, и что сказали, то он и будет делать. И он уехал на 10 дней, а пробыл там 78. Конечно, он облучился очень сильно, поскольку он не сидел в кабинете, а был вместе с рабочими, на крыше сбрасывали они отходы. А потом летал на самолете с летчиками, составляли карту зоны отчуждения. А она была большая, 160 километров. Говорил, что там трудно было, он никогда не жаловался в жизни. Ну, а поскольку он еще до Чернобыля 17 лет работал в группе особого риска, то он и там достаточно хватил. И приехал, когда, ну, вроде, все время смотрю, все время в рубашках с длинными рукавами. И как-то стесняется чего-то. А потом стало ему плохо, положили в госпиталь, в Бурденко. Лежал долго, но врач вызвал и сказал, что, знаете, больше мы ничем помочь не можем. А ко мне он выходил, у него были только глаза и рот, остальное все было перевязано. И я через своих знакомых, ну, родственников добилась консультации. В это время приехал профессор из США по заболеваниям радиоактивного облучения. Ну, когда его разбинтовали, я просто потеряла сознание. Было одно мясо и кое-где кожа. Доктор сказал, что можно лечить, но нужны лекарства. Эти лекарства были только в четвертом управлении Кремлевской больницы. Друзья помогли. Ему, как чернобыльцу дали однокомнатную квартиру, я ее тут же продала. И на эти деньги покупали эти лекарства. Лежал в клиниках, в хороших клиниках и в частных клиниках. Ну, помогло. Все затянулось. Но награду его, Орден Мужества, получала я. Он еще был весь забинтован. Через 10 лет опять все повторилось. И так вот по этапу все время повторялось. Последние 5 лет были очень тяжелые. Но никогда, никогда он ни на что не жаловался, даже не стонал. Он терпел. Он вообще был очень мужественный человек. Люди бывают разные. Одни привыкли все как-то показывать. Вот я был там, я сделал то-то. А этот молчун. Он молчун, но говорили его в основном друзья. Рассказывали, что и где. Лес, говорит, куда надо и не надо. Ну, говорит, я не мог. Я с ним начинаю говорить. Ну, как же так? Ну, что я буду сидеть в кабинете, а 19-летние, 18-летние мальчишки будут пропадать? И он как-то их оберегал очень. И несмотря на то, что лес самое пекло, это я потом от друзей узнала. Мне он никогда об этом не говорил. Никогда. Субтитры сделал DimaTorzok